Доброе утро! В эфире новости в студии Егор Матаев. В начале выпуска коротко о главных темах. Закон о тишине не работает, уверены многие жители Алтайского края. Доказательством служат десятки историй. Подробности в эфире. Известный советский и российский космонавт Валерий Викторович Рюмин приехал в Алтайский край. Для чего? Расскажем далее. Один из самых теплых дней сентября ждет сегодня жителей Алтайского края. Сколько будет градусов и изменится ли погода к выходным? Закон о тишине не работает, уверены многие жители Алтайского края. Доказательством слушат и служат истории, которые они нам рассказывают. Так семья Гуреевых переехала из Барнаула в поселок Новый. В поисках лучшей, а вернее спокойной жизни. Но уже три года покоем только снится. Правда и спать редко получается. Всему виной дом по соседству, который сдает собственник для корпоративов, юбилеев и других праздников. Компании порой громко слушают музыку и депоширят. Закон о тишине нарушают по полной программе. Выпивки, свадьбы, день рождения. Бывает и в ночное время. Но даже если когда и днем, то с утра до вечера громкая музыка. Певцы приезжают, жду справляют за забором здесь постоянно. Матерки, могут там матершинные песни петь. Люди выпившие уже всю субординацию не соблюдают. То есть все что угодно. Шум, гам. Помимо Гуреевых, от шума страдает около 20 семей, живущих вблизи. По словам владельцев домов, они неоднократно обращались в местную администрацию. Но власти не приняли мер. Я напомню, уже полгода в крае действует закон о тишине. Согласно ему, шуметь нельзя с 10 вечера до 8 утра по будням и до 9 утра по выходным. Почему закон не работает и кто в этом виноват? Смотрите продолжение истории в наших вечерних эфирах. 400 детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей, в этом году получат квартиры. На это из краевого федерального бюджета выделено 400 миллионов рублей. Ключи от квартиры уже начали вручать некоторым жителям Алтайского края. Один из новоселов – Анна Пархадская. Заветные квадратные метры она ждала три года. В однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом заедет уже этой осенью вместе с тремя детьми. Чувства такие счастливые очень. Все уже распланировано, раздумано, все заказано, мебель. Уже на чемоданах жду быстрее переехать. Добавлю, в 2017 году квартиры получили более 260 детей, которые остались бы без попечения родителей. Через пять лет они смогут приватизировать свое жилье. Бульвар на центральной площади Заринска преобразился. Он вошел в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Также в городе благоустраивают 16 дворов. На площади укладывают тротуарную плитку и бортовые камни, где дорога пошла волнами. На эти работы и на установку уличных тренажеров в городском сквере направили более 800 тысяч рублей. Формирование комфортной городской среды – это федеральный проект, который запущен был в 2017 году. И Алтайский край успешно принимает участие. У нас в этом году участвуют моногорода Алтайского края, получатели субсидий. На этот год у нас 233 дворовые территории и 33 общественные территории и парка. Движение транспорта закроют на некоторых улицах Барнаула в связи с проведением Дня города. Давайте посмотрим, по каким дорогам нельзя будет передвигаться. Так, с вечера 8 сентября и до утра 10 сентября движение будет закрыто на проспекте Социалистическом. От улицы Молодежной до Мерзликина. Ищите пути объезда. Передвигаться на автотранспорте нельзя будет и по проспекту Ленина 9 сентября. С 19.00 и до 22.30. От улицы Чеглецова до улицы Петросухова. Закроют и улицу Георгия Исакова. От четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского. С 18.00 до 23.00. Традиционно, после проведения праздничного салюта, работу общественного транспорта продлят. Подробную информацию о движении транспорта ищите на сайте katun24.ru Известный советский и российский космонавт Валерий Викторович Рюмин приехал в Алтайский край. Он отдыхает в одном из санаториев. Валерий Викторович дважды герой СССР. В 1979 году состоялся его легендарный полет в космос на 175 дней. На то время это был самый длительный полет советских космонавтов. Во время него Валерий Викторович совершил внеплановый выход в открытый космос, где провел ремонтные работы. За корабль зацепилась антенна радиотелескопа. Вне корабля космонавта пробыл 1 час 23 минуты. Но вот первый полет Валерий Викторович вспоминать не любит. Тогда экипаж не смог состыковаться с кораблем. Тогда Рюмин понял, что главное в своей профессии – честность. Мы после полета не врали ничего. И говорили так, как оно было. Потому что в предыдущие случаи, когда у нас были нестыковки, экипаж в силу своей глупости всегда старался что-то собрать, чтобы себя обелить. Как правило, нечестные космонавты больше никогда не летали. А вот Рюмин после неудачи совершил еще несколько крупных полетов и заслужил свои звания честным трудом. Сейчас он отдыхает со своей женой в санатории, поправляя здоровье. Подробнее о знакомстве с живой советской легендой мы расскажем в следующем выпуске новостей. Приди на выборы, сделай селфи. Выиграй автомобиль или один из 200 ценных призов. Жители Алтайского края могут принять участие в конкурсе «Мой голос 22». Условия участия простые. В единый день голосования 9 сентября на своем избирательном участке найдите большой баннер с символикой конкурса «Мой голос 22». Сделайте снимок на его фоне и опубликуйте на своих страницах ВКонтакте, Одноклассниках или Инстаграм. Не забудьте поставить хэштеги «Мой голос 22» и наименование города или района. Сделать это нужно до 11 сентября. У вас есть шанс выиграть iPhone, iPad, PlayStation и даже один из четырех автомобилей Volkswagen. Повод для гордости. Туристские проекты Алтайского края вышли в финал регионального этапа национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Кстати, наш регион в тройке лидеров, представляющих самое большое количество проектов. Алтай заявлен в девяти номинациях. Вот несколько из них. Гастрономический фестиваль «Ахфест» заявлен в номинации «Лучшие события в области гастрономического туризма». Авиамодельный фестиваль «Крылья Сибири» претендует на звание лучшего спортивного турсобытия. Также в финал конкурса вышел фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуне» и другие проекты. Отметит ли их жюри, станет известно 18 сентября. Финал конкурса по сибирскому и дальневосточному округам пройдет в Иркутске. Истории поиска красноармейцев из Алтайского края, которые погибли на Карельском фронте, экранизировали. Сегодня в Барнауле состоится показ фильма «Высота». Также в картине рассказывается о людях, которые ведут поиски, участники отряда «Высота». О детях, внуках, правнуках, солдат, погибших на Карельском фронте. Фильм был снят при поддержке гранта губернатора Алтайского края. Режиссер Вера Уразова, член Союза кинематографистов России. Показ картины состоится в концертном зале Алтайского государственного института культуры в 12 часов. К новостям культуры. Алтайский государственный музыкальный театр в октябре примет участие в третьем всероссийском фестивале «Видеть музыку». Один из спектаклей, кстати, специально к поездке полностью обновят. На сцене Московского театра Геннадия Чихачева наши артисты покажут детский спектакль «Маугли» и мюзикл «Человек из Ла-Манчи». Постановка по знаменитому произведению Сервантеса «Дон Кихот» в репертуаре алтайской мускомедии существует уже пять лет. Специально к фестивалю, который пройдет в столице 17 и 18 октября, спектакль было решено полностью обновить. От декораций до музыки. Поскольку спектакль выпускался давно, и тогда мы не имели технических возможностей оформить его музыкально в тех фонограммах, теперь ныне это звучит, как хотелось бы, уже на должном уровне, чтобы достойно показаться в Москве на фестивале. Кстати, перед поездкой обновленный спектакль музыкального театра смогут оценить и барнаульцы. Специальный показ «Человека из Ла-Манчи» состоится 19 сентября в 18.30. Успевайте приобрести билеты. Один из самых теплых дней сентября ждет сегодня жители Алтайского края. Температура будет достигать 28 градусов. Так в крае будет плюс 23, плюс 28. Местами в западных районах дождь и, возможно, гроза. В Барнаул также придет лето. Осадков не будет. Температура до 25 градусов тепла. А вот на выходных на пляж точно не отправишься. Ожидается похолодание и дождь. В целом, по данным синоптиков региона, средняя температура в сентябре составит плюс 7, плюс 12 градусов. А на этом у меня все. Наслаждайтесь теплым осенним днем. И до встречи в эфире.